Время подготовки боя Задача Александра была бы не пропустить Датский опасный парень На тот момент у Датской не было бы шанса На тот момент, когда он был в форме В своем пике Друзья, всем привет Запоздалая рубрика, но любимая Постоянная, вечерний Рамазан Рамазан, здравствуйте Приветствую вас Всех поздравляю Поздним поздравлением С наступившим месяцем Рамазан Желаю всем хорошо У вас, наверное, есть и мусульмане Очень много подписчиков Которые смотрят ваш канал Я так понимаю Поэтому всех поздравляю с наступившим месяцем Желаю хорошо его провести И вашему каналу развития Как обычно всегда Да, нам это Сейчас прям очень актуально Конечно Поскольку мы с вами уже давненько Не выходили на прямую связь Давайте начнем с самой Глобальной новости Тут когда-то Магомед Травмировался перед Пынком с Анатолием Током Вот как это все выглядело Плияла ли, скажем, уже веса гонка На состояние здоровья Магомеда Или там другие причины были Так скажем Мухаммада и Во время подготовки боя Беспокоила нога Но она не беспокоила Не настолько Чтобы сниматься с боя Она беспокоила так В рабочем режиме Он мог бороться Спарринги проводил Нормально Но она беспокоила Он, соответственно, процедуры делил Там, да Ну, разные Врач ему там Вкачивал Геогромку клачивал Что-то, чтобы Свои врачебные процедуры есть Да, короче, одним словом И вот уже На последней стадии подготовки Когда веса гонка началась Уже она Он говорит Чувствую Вообще не могу Чувствую Что она уже гуляет Коллега Ну, решили провериться Проверились Оказалось Разрыв внутреннего Минеска И отсвоение Наружного Минеска Можете ошибаюсь Ну, вот Как я понял Ну И еще что-то там Короче, там Наросты еще какие-то Да Ну, короче Нельзя было С такой Можно было Если она вот не беспокоила Последние дни Он хотел с таким коленом С таким С таким коленом Провести бой Потому что много случаев Знаем, да В истории Ну, люди проводят С травмами Даже вот Петр Ян провел Да Ну, видимо Он эту травму Не так сильно чувствовал Раз он провел поединок Но вот У нас получилось вот так Что уже Это бой тоже такой Принципиальный Не хотелось бы Выйти на этот бой И там Ну, не дай бог Проиграть А потом говорить Да, коленка Там же оправдание искать Поэтому хотим максимально Готовы быть на этот поединок Чтобы И у Анатолия Как раз таки будет После простой Сейчас промежуточный бой Хоть не очень простой Сам У них реванш будет Очень сильным соперником Да С которым Ну, вы наверняка Слушали мнение Камила Гаджиева Который говорил Что организм Магомеда Не может вернуться К прежним нагрузкам В ММА И, скорее всего В ММА Мы его даже не увидим А вот Насколько Умение такое Камила Оно Искок реальности Ну, как Камил Гаджиев Очень много Ну, есть с его стороны Очень много Прогнозов Которые сбываются Ну, и очень много То же самое Вот Прогнозов Которые не сбываются Я думаю Это один из прогнозов Которые не сбудутся Да А так Я могу привести Где он очень много Ошибался Не хочу Могу привести Где он не давал Например Станция Волкова против Розенстрайка Да Волков с Розенстрайком Дрался же Да Должен был Дрался Он не давал Шансов А мы что Увидели Что Волков Переехал Там очень много Я могу привести Пример Это не суть Суть в том Что каждый из нас У каждого из нас Есть свойство Ошибаться Вот этот момент Я надеюсь Что это ошибка В его прогнозе Поэтому Понял Думаем этот бой Проведем И в хорошей форме Именно 84 килограмма Это скажем Такая принципиальная цель Или Может быть С вашей стороны Скажем Такое пожелание В промежуточном весе В нашей стране Нет такой Мухам Вы знаете Мухам 93 боксировал И 93 дрался Нам Не принципиально Нам наоборот Лучше будет Здесь там 86 88 Для нас Это лучше будет Если промежуточный вес Ну мне так кажется Конечно Это надо советоваться Я как понимаю Нам лучше будет И Анатолий Токов Будет лучше Но для нас Не принципиально Но если в лиге Это принципиально То мы будем 84 драться Лиги Как я насколько понимаю Принципа никакого нет Вот Анатолий Токов Я вот недавно С ним встречался В жизни Весит 93 килограмма И он сказал Ну вот На 88 Я еще готов А вот 93 Ну я для 93 Это маленький На самом деле Знаете 93 Можно сделать Промежуточный вес Если уже на то пойдет Что Если реально Магомед Ему тяжело делать вес То тогда можно договориться На какой-нибудь Промежуточный вес 86 88 Килограмм 93 Я сейчас 93 вешу Ну 94 вешу Вот Сейчас на весы вставал Вот я уже Растренирован И 93 вешу Что Это Это наоборот Я думаю Я так предполагаю На данный момент Что это Прекрасно Для нас Тем более Это еще лучше Мое мнение Но Будут уже Разговаривать Ну я как вижу Что это Как бы Хорошая история В таком весе Провести поединок Для боевых соперей Для боевых спортсменов А Сейчас Токов Будет Явным фаворитом В поединке С Шарафовом Довлад Мурадовым Чтобы Это оценивать Мне нужно знать Когда Последние поединки Шарафов Надо видеть Как имел Шарафов Да Шарафов Довлад Мурадов Да И мне нужно Его последний поединок А я за ним Не следил Как за бойцом Кроме этого боя Вот С Токов Я Не следил Мне надо посмотреть Как он провел Последний поединок И как он его провел И Ну смотрите Наверняка Вы помните И сам бой Шарафа Довлад Мурадова С Анатолием Токовым Который в 21 году Прошел После этого Довлад Мурадов Провел только Один поединок И выиграл Его Судейским решением У Энтони Адамса В апреле 2023 года То есть Он год назад Ровно дрался И победил Судейским решением Ну тогда я вижу Фаворитом Явным Токова Если он только Один поединок С того момента Провел Явный фаворит Анатолий Токов Для меня Так как у него Переодичные наступления Больше То есть он У него Простой Тоже есть Почти год Так что Вижу И в первом бою Он получил Близкий бой Но получил Токов Но этот бой Уже Он будет более Думаю Так скажем Собран Как боец Потому что Периодичные выступления Больше у него Мы знаем Тому пример Да Вот Долгих простоев Например Александр Шлеменков Какой хороший бой был После трехлетнего простоя Как он расклеился И как тяжело Его бои Шли Да Тяжело Опять В тонус уходил Вот точно так У одного Это видите Ко всем не подходит Одни бойцы Наоборот Бывают Я знаю После долгого простоя Первый Первый поединок Возвращаются Еще лучше Чем были Ну Как определить Я не могу даже Не могу понять С чем это связано Одним подходит Простой Другим не подходит Так что Не могу ничего сказать По этому бою Я могу оценивать Первый поединок И оценивать Я С высоты Своих знаний Да С маленьких Что Повторяюсь Еще раз повторюсь Что у Токов Он Как бы У него меньше Простоя было Как у спортсмена И Поэтому Вижу Его фаворитом Явным Даже еще более Уверенному Заберет Второй бой Чем первый А вот Не зря Вы упомянули Про Александра Шеременко И В его контексте У меня Было интервью С Бадаевым Который назвал Предстоящий Поединок Александра С Куатом Хамитовым Фрик Боем Формулировка Что Бой Шеременко Хамитова Фрик Бой Она Насколько Справедлива В вашем Понимании Ну вот Асланбек Он Президент Лиги Исей Правильно Вице-президент Или Какая должность Сейчас Напомните Вице-президент Лиги Исей Имач Пейгер Вот Вот он Видя Своих Ребят Которые Дерутся Он Наверное Относительно Лиги Исей Он наверное Оценивает Этот бой Я так вижу Исей Реально Очень сильные Ребята Топов Мирового уровня Может он Относительно Но я не считаю Мое мнение Я не считаю Эти фрик Бой Потому что Ну В каком весе Они 84 Дерутся Да 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 А Куат Хамитов 84 Хоть раз дрался По-моему Не дрался Да Это первый бой Вот Мне написали В комментариях Что у него Был один поединок Ну вот Я честно Сам вот Не помню Где это было И с кем 77 И в промежуточных Весах У Хамитова Поединки Точно были Ну На самом деле Мое мнение Это Считаю Куат Хамитов Тоже профессиональный Боец Имеет Хороший бэкграунд За спиной Шлеменко Тоже профессиональный Боец Но я Не могу это считать Так как Мое мнение Противоположное Это нормальный Профессиональный Поединок И будет в Казахстане Проходить Как я понимаю Да Нет В Челябинске А В Челябинске Не знаю А на чем Основывается Асламбек Если он Основывается На тех ребятах Которые делаются У него в лиге Он наверное Имеет право Так говорить Ну я думаю Это такой фрик-бой На самом деле Вот Без обид Для участников Я думаю Это поединок В котором Мало смысла Со спортивной точки зрения А его вообще нет Это разные весовые категории Легковес Против средневеса Да Легковес Не самый маленький И средневес Не самый большой Но тем не менее Ну давайте так Исходить чисто Из того Что говорил Асламбек Он говорил Большей степени Про вес И проводил Сравнение такое Я был свидетелем разговора Александра Шеременко И Асламбека Бадаева Кабадаев предлагал Шеременко Давай к нам в лигу Мы тебе сделаем бой С Венером Галиевым На что Сам Шеременко сказал Зачем мне Галиев Галиев маленький Я вешу под 90 Он чуть там За 80 килограмм Кажется в жизни Такой гарантизм был Поэтому Мне нет смысла С ним встречаться И Бадаев задается вопросом А в чем кардинальная разница Между Галиевым И Хамитовым Ну это надо спросить У самого Александра Я могу сказать так Может быть Я не думаю Что Лига ЕСЕ Меньше платила За предложение Провести поединок С Галиевым С Венером Галиевым Да Не думаю Что меньше Нужно спросить Но может быть Может быть Финансовая составляющая На самом деле Играет роль Я так думаю Потому что И может быть Он риски оценивает Может быть Он видел угрозу Венере Галиеве А вот В Куатте Он В Куатхамитове Он не видит угрозу Да Так Но хотя С одной стороны Раз он готов Реванш провести С Мухаммадом И сам Стремиться Я не думаю Что Венер Галиев Для него Более опасен Чем Мухаммад Я сейчас аналогию Замугусь Значит Почему он хочет Мухаммада провести Еще один Потому что Финансовая составляющая Его устраивает Наверное Здесь тоже играет роль Финансовая составляющая Мое мнение Хотя я не думаю Что и само ИСЕ В финансах Как бы Обделила бы Александра Шлеменко Но Значит Предложение Поступило такое От которого Он не мог отказаться Ну И если Вот Уже не отталкиваться От слов Просто Бадаева Посмотрите Чисто на То С кем дрался Хамитов В последних поединках То вот у него Было Скажем У него было Шесть побед В семи Последних боях Шесть побед Но эти шесть соперников Были такого уровня Что у трех из них Было Отрицательное Соотношение Побед и поражений А еще у трех Ну примерно Вот Плюс-минус Одно и то же То есть побед было Немного больше Чем вот Поражений Ну в итоге Мы так получаем Что позиция Людей Которых он Победил Хамитов То есть Эта позиция Была не Самого высокого Уровня А проиграл он За это время Спираеву И Аббасову То есть Номинальным Дум Номинальным Дум Легковесом Хотя Спираевым Был в поединок 75 килограмм Аббасовым Точно Был 72 71 71 да И до этого Еще был Поединок С Куили Который завершился Ничьей Тоже в легком весе Ну то есть Свои значимые Поединки Значимые соперники Хамитов Категорически Точно провел Даже не в полусреднем весе А другие соперники С которыми В это были Бои Они были Мягко говоря Не того Качества Которого качества Хамитов Хамитов тоже Возрастной боец Может ему вес Тевелее делать Может в 84 Он будет лучше драться Чем в 77 да И как он проиграл Наверное В близких боях проиграл Да Явно уже не был доминирован Я не видел эти бои Не помню Выбирая его Раздельным решением Своей Неногласным Ну Раздельным решением Наш близкий бой Это может даже Пойти спортсмену На пользу Не значит Тяжелые бои Это хорошо Для спортсмена Иногда легкие бои Тоже Которые Человек соберется С энергией По-другому Пересмотрит На жизнь Спортивную Да Восстановится Как спортсмен И уже может Серьезный Тяжелый бой Провести Именно в тот момент Когда ему это нужно А если спортсмен От боя к бою Тяжелые бои проводит Он Ресурс его Заканчивается Такое тоже может быть Это не всегда хорошо Тяжелые бои Иногда Человеку Два-три легких боя Тоже могут на пользу пойти И Он может вернуться И совершенно другой Боец быть Такое тоже есть Ну Сам Куат Хороший боец Это же наверное Публика Будет Будет много публики Да Я думаю У Куата Очень большая Фан-база Казах Казахи Очень такие болельщики Сильные Казахстанский народ И у Александра Тяжелые большая Фан-база Это Такой бой Зрителям интересно Мне самому интересно Посмотреть этот бой Вот сейчас Я буду смотреть Этот поединок Просто мне интересно Посмотреть Человек Не обязательно человек В легком весе Еще проигрывает Вот как Давайте пример приведу Мария Папирая Он проиграл Нариману Абасову 70 кг Проиграл Проиграл В 70 Он согнал вес Он был вообще никакой В 77 Я не думаю Что он проиграет Мое мнение В 77 Не будет такого Тотального доминирования Как 70 кг Нариман Абасов Показал Над Мария Папираем Потому что Мария Папираев В первую очередь Проиграл сам себе От веса с гонки Там любой Я не знаю Это он один раунд Более-менее Как-то продержался И все Ресурс закончился У человека Это не всегда хорошо У человека Наступает такой Период Возрастной период Да Период карьеры Спортивной Где нужно подниматься весе Где он уже взрослеет Тяжелее вес гонять И соответственно Сам поединок Будет тяжелее Ему даваться Поэтому Может быть сейчас Я так предполагаю Я сейчас расскажу Свои предположения Мы не знаем Надо ухват Хамита Я как понимаю Человек с возрастом Тяжелее будет вес гонять С возрастом Чем взрослее Тем тяжелее Ну в большинстве случаев Да так Поэтому И не всегда Человек в своем весе Может показать Даже бывает на пользу Вот очень много Мы знаем Примеров случаев Человек поднимался Весе И лучшие бои Лучшие свои бои Выдавал Понимаете Чем Своем весе Так называем Который он считает Своем весом Такое тоже бывает Но посмотрим Для меня Очень интересный Поединок С точки Профессиональной Если с профессиональной Точки зрения Асланбек Это Анализирует То я же говорю Он Наверное С профессиональной Точки зрения Смотря на свою лигу Своих бойцов Конкурентные бои Может быть В сравнении с ними Это как Фрикбой Он считает Может быть В сравнении С лигой Сей Которую он Бои Там организовывает Конкурентные Бойцы Бойцы Ефси Подписываются Там Сейчас Не один У тебя Рамазан Подписался Там уже Конкурентность Растет Конкуренция И Посмотрим Я лично Я не считаю Это Я просто Сейчас Мнение Асланбека Бадаева Надо было его спросить Вы вообще ответили Почему он так считает Но для меня Этого недостаточно Вот то Что вы сейчас Сказали Что Асланбек Я не считаю Это фрикбой Я считаю Куат Хамита Профессиональный Боец Александр Шуменко Тоже профессиональный Боец За которым Есть история Опыт Легенда Единоборство Так скажем Чисто я Со спортивной точки Куат Зрения Говорю Куат Хамитов Тоже профессиональный Боец Извиняюсь Вы можете посмотреть Какой рекорд У Куата Сейчас посмотрите Рекорд У него Звание Титул Хочу Одну Маленький момент Если Как вы оцениваете Поединок То Можете оценить Просто шансы Куат Хамитова На победу Насколько Я не вижу шансов Я не вижу Честно сказать А ну вот Еще один как бы Фактор С которого можно На бой посмотреть Да Но я так считаю Нет шансов у него Ну мое мнение Вот Хотя я же говорю Может он Весе поднялся Будет себя увереннее чувствовать Мы же видели У Александра тоже Как Александр дерется Вот у Чоу У Чоу Александра есть Чем сильнее соперник Чем он настраивает И сильнее бои выдает Есть такое Тот же Герард Мусасик Где ему шансов Я не давал Он выдавал Тот же Манхол Я вот заметил у него Или у него Как-то на подсознательном У него Насраивается И начинает драться Чем слабее Какой-то Вот так скажем Вообще ни о чем Ни рыба Ни мясо И он умудряется Там Еле как Еле-еле-еле Там близкий бой Еще пропускать удары Умудряется Там Ну не могу я объяснить Видимо от настроя Зависит И От самого подхода Да Так скажем Ну у меня создается впечатление Что сейчас Шлименко И в физической такой форме И в ментальной Когда вот он Ну полностью готов И сосредоточен На то Чтобы именно побеждать Неважно кого Ну да Потому что у него в голове Как я понимаю У него Магомед Исмаил В голове Реванш Хорошие цифры Ну это у всех У всех Хорошие цифры В первую очередь Потом реванш И Публика Екатеринбургская Которая будет Ждать Желать победный Магомед Исмаилов А он захочет Доказать обратное Что у него И не получится Я так думаю Так что посмотрим А так Камил Каджи Тоже молодец Он свою линию гнет Он хочет организовать Бой Миней Исмаилов По боксу Как мы знаем И поэтому Это его желание Вот я сразу возвращаюсь Вот сейчас От этой темы Реванш Командар возвращаюсь То что он не видит Магомеда Исмаилова В ближайшем будущем В ММА Или вообще не видит Да Он видит его в голове Он как говорится Мысли материализуются Знаете Желание Вот он хочет Материализовать Бой Когда он увидел Что бой с Токовым Он думал Ай блин Уходит сейчас Как бой пройдет Для него это риски тоже Там же неизвестно Как бой пройдет Токов сильно бьет Что хочет может быть Может после того Боя год-два пауза А здесь бах Мага коленку травмировал По боксу Легче на ногах Бороться не надо И у него сразу Уже картинка Боя Миней Исмаилов Уже у него на ближечке Где он уже будет Сейчас Работать в этом направлении Я говорю Это мой анализ Да Тоже неплохая точка Зрения Я вот об этом не подумал Но Действительно Заинтересованность В этом Камилу Гаджиеву Конечно есть И идею такую Он непосредственно Мог бы закинуть Хотя бы на уровне Подсознания А еще один поединок Который Тоже Так или иначе Кто-то называл Фриковым Фрик боем Назвали встречу Вячеслава Датска И Александра Емельяненко А тут как Ваши мнения Ну вот смотрите Ну Я не вижу шансов Александра Ну серьезно говорю Это легкий бой Для Датска Датска Может с закрытыми глазами Бежать Боковые удары Кидать И он Один из ударов Один из ударов Дойдет До своей цели Потому что Александр Вот он сейчас тоже Я смотрю Тренировочный пацан Груши бьет Надо больше в парах стоять Надо стоять в парах С таким же как Датска Такими Кто бьет Бьет Амплитудные удары Боковые С такими надо стоять Надо Нужно Прочитывать Траектору ударов Чтобы его прочитать В бою Он должен Парик партнеров Не грушу бить А его бить должны Его бить Даже ему Вот честно сказать Просто Вот я например Я говорю Если бы у меня Была бы вот такая Такая Ну Если бы я например Как-то участвовал В ее подготовке Я бы нашел Похожий гонодатский По сложению Удар Кто мог так бьет И задача Александра Была бы Не пропустить удар Просто вот Научить его Не пропустить удар Вот эти удары видеть Не пропустить Все Он свой удар Он сможет донести У него есть все равно База бокса Он неплохо боксировал Но Когда ты удар пропускаешь Такой силы Как Дацик И Не через перчатку А в голову То у тебя весь план Твоя техника Вся теряется У тебя уже ориентиры У тебя трои в глазах И ты уже И уже Дацик тебя дожмет Так скажем И тем более Только мы не знаем После реабилитации Сразу ему Дацик отдают Дали бы ему Такого небьющего соперника Ну видимо Видите Менеджеру Менеджера Дело Кто ведет его Наверное Другие задачи стоят Дацик опасный парень Он проигрывает В техническом плане Он может ударить У него удар Блин Очень сильный Ну да Мы это видели Собственно говоря В этом поединке Поэтому я Я вижу Опять такие Ну если конечно Чудо не произойдет И Дацик После первого ронда Не устанет Потому что Дацик У Дацик Такое тоже свойство Его удары Где держат Ему отвечают Он тоже как-то Ломаться начинает Но это не тот случай Я думаю Ну а Аргументирована ли Позиция Евгения Гончарова Которая говорит Что Именно за Александром Емельяненко Тянется Шлейф Фрика Именно поэтому Вот эта встреча Является Фрикбоем Не Нет Он может Нет Сейчас Смотри Фрик Так как Я не могу Человека Ни одного Спортсмена Так назвать Фрикбоем Могу Назвать Человека Фрик Это кто Сам себя Так Проявляет Как фриковый Боист То есть Ну смотрите Я здесь Выбираю Некоторые Такие Поформулировки Дипломатичные Поскольку Там Евгений Был более Категоричен В суждениях Он даже Говорил что Александр Емельенко Просто позорит ММА Своими выступлениями И у него Говорил именно тем Что Выходит на поединки С блогерами И проигрывает Их Ну сейчас Он на таком уровне Понимаете Человек Проиграл Зеленому змею В первую очередь Брюшат Выиграл На тот момент Он проигрывал Любой человек Кто Связался С этим Горынычем Он будет Такой Такой Участи Не избежать Понимаете Кто Подсел На бутылку На бутылочку Имеется спиртное Кто пьет Хочу правильно Что-то Кто начинает Пить И делает Это регулярно То как спортсмен Этот человек Умирает Он не сможет Вернуться В свою форму Но сейчас Он бросил пить Но уже Возраст не тот Уже все равно Каждый алкоголь Каждый глоточек Убил Клетки Ялона мозга Умирают Уже человек По-другому Может быть Координация Что-то Там много Человек Уже не тот Человек Я видел его Спарринги с Федором Молодые годы Как он там С Федором Другие спарринги Он там Профессиональный Он хорошо боксировал Хорошо удары видел Где-то принимал Хоть даже голову пропускал Он держал удары На тот момент Удации Не было бы шанса Я думаю На тот момент Когда он был в форме В своем пике Но сейчас И Гончаров И Александр В его сторону Так некорректно Высказывался На данный момент Думаю В течение Одного раунда Александр Гончаров Выиграет Александр Емельяненко Он Даже раунд Даже раунд Не пройдет Но он же хочет С Гончаровым Драться Я говорю Это раунд Даже первая половина Раунда Там Вы видели Тарасов Я смотрел Артем Тарасов Валит Александра А здесь Один раз Валит И там уже Будут такие Добивания 120 кг Парень Который Постоянно Дерется Чемпионом СЕ Я думаю Это чревато Для него Даже не стоит Об этом И удачно Драться С этими же Блогерами Вот так Я не считаю Датцик Таким как Блогерам Сказать Датцик Это опасный Парень Который Может любого Профессионала Если прилетит Так прилетит Понимаете Датцик Это уже Ближе к профессионалу Так я скажу Это не уровень Блогер Это больше Вот между Блогером Профессионалом Уровень Почти профессионал Вот у него Вот такой уровень У Датцик Я вижу За счет его Силовых ударов Которые Он может Донести Он даже С боксером С одним Боксировал Чемпионом мира Кевин Как звали Кевин Кевин Джонсон Кевин Джонсон Вот Хорошо провел С ним бой Хороший удар Доносил сам Даже Кевин Кевин Джонсон Я не знаю Чуть-чуть больше Если бы Агрессию включал Чуть-чуть побольше Я думаю Бой забрал бы Он хорошо смотрелся На фоне Боксера Да Тот тоже Возрастной Понимаем Но В любом случае Тот мирового уровня Боец Когда-то был И Датцик На фоне Этого Спортсмена Смотрелся хорошо Ну что сказать Но Лезть Ему надо сейчас Выжить Александра Задать сейчас Выжить Как бы Нокаут Не уйти Вот сейчас В этом противостоянии И даже Не думать о Гончарове Ему сейчас Нужно думать О том Как выжить В этом поединке Конечно Если сейчас Конечно Если сейчас Там эти умные стороны Букмековские Не сыграют Там такую Злую шутку Не скажут Но я уже Видите Я уже сейчас Буду это брать Как сказать Конспирологию Знаете Ну Этот Заговор Если сейчас Бьют ставки Там же Ставки же есть Правильно Сейчас там Должны быть 10 наверное И даже Датцик говорил О том Что он хочет Будет затянуть Чтобы там Во втором раунде Условно говоря Ставка его сыграла Сейчас Датцик Скажет Ты должен лечь Ты получишь Столько И Датцик упадет Или проиграет Такое Такое тоже возможно Потому что Вы же знаете Сейчас Сейчас В большей степени Да Профессиональные бои Могут превращаться В чистый бизнес То есть Ну это уже Смотри Мы сейчас Рассматриваем Все варианты Что может быть Если сейчас Предложить Хорошие деньги Александру Датцик Вячеславу Да Вячеславу Да Вячеславу То он Я думаю Проиграет Бой Поэтому Я ничего Если он будет рад Чтобы выиграть То он выиграет Бой Вот я вам так Если он проиграет Бой Значит Букмекерские Конторы Сыграли Свою игру Сыграли Игру В отношениях Вы не согласны Со мной Да Не ну почему Все достаточно Аргументировано А мне вот еще хочется Чтобы вы Поделились Сомнениями Про самого Евгения Гончарова То есть Ну согласны Ну то есть Какого уровня Он как боец Можно ли его назвать Сильнейшим Бойцом России В тяжелом весе Ну или какую-то Другую формулировку Применить в этом плане Ну в данном В этом сильнейший Боец России В тяжелом весе Потому что Ну Он чемпион ИССР Сильнейшая Лига Я не знаю Кто Кто ему Конкуренцию Мешь составить Ну кто Я не знаю Кто может Ну вот Вагаев Вагаев Вахаев 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 Чуть-чуть Вахаев тоже Первом бою выиграл Один-один Да у них По реваншам Ну посмотрим А так Данный момент Чемпион ИССР Сильнейший боец Считаю Читаю Что ИССР Это сильнейшая Лига В плане Сильных бойцов В плане Конкуренции И человек И человек Который обладает Сильнейшим бойцом И России И одним из сильнейших Бойцов мира Так считаю Плавно от Гончарова К Анатолия Малыхину Который стал Чемпионом В трех весовых дивизионах А ну Малыхин Нет Если Малыхин Не брать В учет Я говорю Малыхин То может Гончарова Малыхин Не в России Ну как Он же не в России Дерется Не не в России Я говорю Дерется Ван Стал чемпионом В трех весовых категориях Ван Это 93-102 И вот Тяжелый вес Ваше понимание Это Историческое Достижение О котором Будут помнить В моем понимании Смотри Историческим И конечно историческое В трех весах Чемпионом Стал И это Это не последняя лига Это Это лига Серьезная лига Международная Да Я считаю историческое Да И дальше Что я могу сказать И чтобы она была По-настоящему историческим Она и есть так Историческим То нужно уже Например С другой лиги Чемпион Например Чемпион Беллатора Чемпионом ПФЛ Супербой Организовать Малыхину И например Чемпиона С другой лиги Вот как было Объединение Беллатор ПФЛ Все чемпионы Дрались Сейчас один бой Ему надо провести И закрепить это Чтобы она была По-настоящему Историческим Его результат Да С тем же Гончаровым Можно провести Супербой Гончаров Малыхин Да Малыхин Почему бы нет Если конечно договорятся Эти две организации Супербой И вот там будет По-настоящему Историческое имя Потому что Я видел Малыхина Он не с Олимпирей Расулову выигрывал Еще Двоем один По-моему Он сильный боец Вы что Это Это мирового уровня Парень Он и борется Он и По-моему Призер России По вольной борьбе И сейчас Ударный Бронзовый призер По вольной борьбе Да Побеждал он Гончарова И Расулова Как раз На чемпионате России По ММА В 18-м году По-моему Или в 17-м году В 17-м Тем более У него есть победа Уже над ними И вот я же говорю Чтобы это было По-настоящему Историческим Что Ему нужно сейчас Одним чемпионом Сделать Супербой Например Вот я же говорю Или чемпион ПФЛ Чемпион Еще какие организации Можем Чемпион В UFC Конечно Договориться Вряд ли Не получится Ну А чемпионов Других организаций В тяжелом весе Мы и не знаем UFC ПФЛ Ван И AC Даже Пайтнайс Тоже нет Чемпиона В тяжелом весе Ну Сейчас нет Да Уже Да Пайтнайс Как лига Она держится Только на Камилу Гаджи Честно сказать Давно Если не Камил Давно распалась бы Это такая организация Потому что он Из ничего делает Поединки Турниры Интересные Где из жителей Хотят прийти Посмотреть Да Он что умеет делать Это не такая простая работа Тяжелый труд Камила Гаджиева И за счет этого Держится эта организация А Мы знаем ACA Очень большие Финансовые вливания Которых нету У Камила Гаджиева Который Перебивается От турнира К турниру Но Все таки На плаву Держат эту организацию У меня еще Одна тема Осталась Последняя Насколько Стало известно Хамзату Чимаеву Отказали В американской Лиге А без Американской Лиги Возможен ли Его поединок За титул В UFC Или там Боец Без Возможности Выступать На рынке США Там такой Боец Не нужен Ну Это сейчас Наверное Отказали Но Через год Могут Одобрить Если Дана Уайт Подключится Я не знаю Там Как Там Наверное Там Чуть по-другому Наверное Вот у нас Например Режается вопрос Например Майорберг Хасиев Может повлиять На любой Для того Чтобы провести Там Привести бойца Он может посодействовать Да Я как понимаю Ну В связи Может посодействовать Попросить У них Как там Мы не знаем Дана Уайт Если интересно Это имя Он будет посодействовать Чтобы Визу открыли Или там Наверное Чуть политические планы Там То есть Политика Выше спорта У них То есть Спорт То есть Политика В спорте Так скажем Если это так То уже Конечно Будет тяжело Если отказали Это уже Не знаю Это Это уже Вопрос Надо Дановатин Обрат Надо спросить Я наберусь Однажды к нему Сейчас Ты обладаешься С ним Ну Знаю Как думаешь Смс Кипас Напиши Что он сказал Все Все О Я его сбрасываю Сейчас Я его сбрасываю У меня Сейчас с вами Интервью Я его сбрасываю Так все нормально К вашему каналу Уважения больше В общем Да Ну Вайкин Такой момент Да Спасибо большое Большое Приятно Пожалуйста Ну и все-таки Если бы мы просто Уберем за скобку Фамилию Чимаева Вот Боец Абстрактный Без возможности Выступать в США Такой боец В UFC В вашем представлении Он нужен Я так понимаю Что Чимаева Конкретно Можно использовать В UFC Он медийно Это все-таки Большое имя Ну вот Какое значение Имеет все-таки Американская виза Для того Чтобы продвигаться Именно конкретно К титулу Это все зависит От того Как политика Влияет на Саму организацию UFC Политически Как она Влияет Как она Если это Ну вроде бы Он там Разрешил Флаги Да Он сказал На меня политика Не действует У нас то есть Другая политика Мне это там Ну Он сказал Что без флага У меня будет С флагами ходить Я не знаю Могут надавить на него Если Паралитически Он пробьется То тогда Если скажут Нам не нужен Такой боец Чемпион UFC Скажут Да Он же тоже все-таки UFC Это в Америке Находится Правильно Конечно Конечно У них там Это база центров В Лас-Вегасе Где они проводят Большое стоство Существует Значит Они Это же все-таки Мировое сообщество Смотрит Мир смотрит UFC Самая такая Просматриваемая Организация Самая Сильная Организация В мире И считается Так она и есть И поэтому Я думаю Если это все зависит От политики Зависит Как Если надавят На Дану Уайта То если он прогнет Скажут Да конечно Скажут Нам такой Бои UFC Не нужен Потому что Вот так Вот так И по пальцам Перечислить Почему Какие причины Что он скажет Хорошо И Мы больше не увидим Чумаева Да Может быть Такое все может быть Да это же Блин Политика Она грязная вещь Если бы она Не вмешивалась Без спорт Конечно Как могут Бойцу Человеку Который профессиональный Боец Выступает Да Результат Бой Зачем Смысл ему Отказывать Значит Это политический запрос Да Уже Сверху Дали заграние Что ему Отказать Понимаете Я не вижу Смысла Спортсменов Который едет Тем более Там тоже Американские полицейцы Которые выдают визу Они его тоже узнают Все же знают Да боец Мирового уровня Его наверное все узнают Знают Но ему отказывают Значит Звонок свыше Сверху поступил Ну это мы уже сейчас Отходим Да Как детективное Расследование у нас Начинается Я вам рассказываю Вот так Да Еще в ПОП ВБР на всяких случаях Позвоните Узнаете Есть ли заговор Против Чемаева Да Да Вот сейчас Я с Дану Через него Вопрос решаю Сейчас Сейчас Дану Наберем к нему Нормально Если что Я вам Я созвонюсь После эфира Все нормально будет Вы будете В курсе событий Да Ну вот так Вот так Что я могу сказать Так что Что еще Какие у нас Противостояния Нас ждут Интересные Я могу сказать Что у нас Еще например Шабли И Усман Нурмагомедов Да Поединок Да Я не знаю 50 на 50 Я в этом бою Я не знаю Шабли тоже сильный боец Я как вижу Очень сильный Разносторонний Обученный Так Еще какой поединок Давайте Царюкян Царюкян Оливьеру Даю предпочтение Оливьере Я не знаю Почему 50 на 50 До этого давал Сейчас даю Например 55 на 45 Пользу Оливьеры Вот так Мне кажется Здесь еще одна тема Была Но у нас уже Время не хватит 20 секунд Осталось до окончания Эфира Поэтому Давайте пока Отслужим Скажем На следующую неделю А здесь Хочу просто Плагодарить вас За уделенное внимание Рамазан Большое спасибо Спасибо Всех благ Развития вам В вашем каналу Всем Ассаламу алейкум До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова